друзья всем привет с вами снова дмитрий это мой канал не американец мы находимся в солнечной флориде но сегодня она не такая солнечная сегодня она пасмурная даже более пасмурная чем вчера посмотрите о белки носится по дереву вон белки смотрите на них играют и мы решили сегодня разнообразить наше путешествие и поехать в город сан августин он находится в 45 минутах от города джексонвилл это самый старый город в америке считается официально он очень классный туристический единственное что из-за коронавируса мы не знаем как там что там будет но сегодня опять таки лейбордей выходной ну не знаешь чего ожидать мы просто съездим погуляем для разнообразия посмотрим как там что-то мы едем по дороге которая называется эйваны и вот смотрите прямо вдоль океана едем вот эти вот домики стоят собственно говоря на берегу океана очень классненько так промежутках видно океан вот но к сожалению начался дождь не знаю как мы будем гулять посмотрим ну вот да эти все домики около океана с выходом на океан они естественно дорогие то есть тут одна земля стоит очень дорога очень красиво здесь ехать смотришь на всякие дорогие дома то есть бывают прям очень красивые дома очень дорогие бывает попроще поскольку погода такая пасмурная и немножко даже дождливая мы короче решили детям ну уже сюда доехали все равно и что-то хочется поделать интересно мы детей прокатим вот на таком на таком трамвайчике то есть это такой экскурсионный трамвайчик он рассказывает за историю города ну и в какой-то мере наверно будет интересно потенциально посмотреть что то что вокруг тимоши просто покататься на трамвайчике ну как то так вот стоит это 28 долларов за человека за взрослого 13 за ребенка ну тимоши бесплатно что интересно они дают еще бесплатно вход в один из музеев в городе и скидки на некоторые другие тут еще есть много разных мутеев они дают скидки на них тоже вот елочка подошла вот что интересно они дают смотрите маски маски дают бесплатно то есть нам дали маски обязательно маски скале наносить вот далее каждому взрослую маски тимоши бесплатно дали такие наклеечки вот и как бы дали карту где можно выходить то есть это hop hop in hop out называется залезать на него можно потом слезать где хочешь и ждать другого трамвайчика на другой трамвайчик садиться дальше там ехать вот то есть такая прикольная штука вот смотрите у нас даже тимошка приехал со своим зонтиком ну и все сейчас будем ждать трамвайчика вообще музеев много мест тут чтобы смотреть много так что мы с анавгустом советуем и мы много здесь где уже были вот ну я просто говорю что очень классно здесь здесь здорово мы короче надели маски вот она новая мода 2020 у тимоши стикер покажите может наклеечку ну и видите как интересно вот маски дают бесплатно да не заставляет покупать ничего просто как бы включили в сервис цены даже не подняли проезжаем специально около этого дерева ему 650 лет заборы вот так делали раньше все все здесь раньше стоили из ракушечника вот из ракушки видите и дома все также здесь строили а вот смотрите друзья крепость очень классная старый вход в город и вот так она такой стеной были обнесены вот это старый город я кстати удивлен я думал народу не будет а у нас паровозик в принципе полный и тут сидят и там сидят так мы спрыгнули погулять в городе и смотрите нам дали бесплатно для девички такие на все на всех нас классно вообще конечно сервис классная очень приятно да вот мы в старом городе самом его центре это центральная улица ну и на удивление много людей кстати несмотря что коронавирус несмотря что дождь а людей много посмотрите сколько гуляет а если выбираешь на себе фотографии то они меняются тут церковь а где-то музыка играет а вон по моему университет да так да вон там друзья университет какие-то красивые чеси и вот такие вот французские домики посмотрите кафешки сделаны тут очень классно это вот французский стиль узенькие улочки вот это удивляет меня вот в россии было бы такой вот курортный городок музыка играла бы везде вот здесь на первое место где реально музыка играет и по моему кстати до живая он ну это дедушка смотрите поет какой-то вот это интересно не знаю почему так то ли здесь не популярно это то ли не знаю мы зашли в кафешку смотрите тут продаются пресс-предселс классно они тут сами готовят а в соседнем прямо смотрите делают блинчики мы купим наверно и блинчиков и прицелов так блинчик классный но дорогой друзья 10 долларов но он правда наполнен всякой вкусняшкой мы еще купили вот такую вот штуку и сосиску в кистью за 13 долларов еще но еще напиток вот в общем да куша здесь как бы не особо дешево ну опять таки мы это и так понимаем зато вкусненько прямо около этой кафешки такой вот есть садик это внутренний как бы дворик тут можно посидеть покушать совершенно спокойно посмотрите как вам стиле классно сделано все казалось бы такая простая кафешка то есть ничего не нет а территория сзади очень классно листья вода до скапливать американцы очень любят всякие солености сладости орешки в шоколаде а например вот среди яблоки тоже тут есть шоколаде в общем они прям любят это фишка такая сладость сладости обычно они продают их вот с мороженым в магазинчик сладостей мороженого я бы захотела мороженого мы купили мороженое и тимоша очень захотел но я знаю что но не будет есть ему просто стаканчик хочется вот что я придумал ну-ка тимош покажи покажи вот смотри и мороженое есть и стаканчик видите все как положено так он просто хочет стаканчика но есть эффект эффект присутствия мороженое есть ну и наверно завершающей наша остановка сегодня здесь снова гостине это крепость красотища очень прикольная такая крепость она защищала порт вход в порт здесь залив был и здесь парковались корабли да несмотря на то что пасмурно и накрапывает дождик на самом деле ничего страшного зато нет абсолютно нету жары ческать очень приятная комфортабельная температура и мы просто какой-то мере наслаждаемся до дождик накрапывает немножко иногда сильнее надо слабее но это нам абсолютно абсолютно не мешает классно погулять тут интересно нарисовано как оно все было устроено то есть разных уровней было такие переходы здесь вода была налито можно было сюда попасть люди тут подходили стреляли пушки наверху стояли ночью реально интересно как оно все было сделано там он видите видно этот забор здорово смотрите большой разводной мост и вот там яхта проходит сейчас прикольно и дудит так тут был вход в крепость в виде разводной мост ров был заполнен водой ну и собственно я вот развели его и как ты туда попадешь вообще жесть казалось бы да ничего такого но на самом то деле ну вот подняли мост но что ты будешь делать вот так стояли пушки и полили собственно говоря во всех его все причем вот что интересно смотрите не знаю видно вам будет или нет вот на этой башенке видно что отверстие где окошечко маленькая вокруг него от выстрелов большие дырки прикол что-то там сидел видим и стрелял или смотрел не знаю чем короче ты счастливчик добрался ты такой до стены и смотришь и как же я на нее влезу то да как такие крепости брали вообще не знаю реально капец так здесь еще и так понял и вода была так вот здесь смотрите около стены были такие я не знаю как назвать лафеты не лафеты до подиумы где стояли пушки и вот собственно говоря смотрели они туда и стреляли по кораблям вашего он там пушки они стоят типа как он пример какие они как выглядели многих вот по мостах они стояли что друзья на этом мы и закончим надеюсь вам понравилось ставьте лайки если а сам августин вам пришелся по душе увидим следующее видео пока пока